Приветствую. Одна из принципиально важных вещей для ведения своего YouTube-канала – это хороший звук. Не имеет значения, насколько классная у вас картинка, если зрителям приходится вслушиваться в трески и искажения дешёвого 200-рублёвого микрофона. Поэтому важно завести дома нормальную звукозаписывающую аппаратуру. В этом видеоролике вы узнаете несколько вещей. Во-первых, я расскажу про основные типы существующих микрофонов и максимально простым языком объясню их строение. Во-вторых, расскажу про понятие направленности и частотной характеристики. В-третьих, объясню работу основных дополнительных аксессуаров для микрофона, некоторые из которых можно сделать своими руками. И хотя я буду показывать весьма конкретные модели, я не стану рекомендовать именно их. Это базовое видео про общие принципы выбора микрофонов, в первую очередь для записи своей речи. Конкретных моделей, которые подойдут лично вам, может быть много. И рынок постоянно меняется. Здесь же я дам в сжатой форме те теоретические вводные рекомендации, которые обычно в других источниках сильно растянуты. Видео предназначено для новичков, хотя если опытные знатоки звука тоже накрутят просмотров, я не откажусь. В общем, поехали. Итак, для начала, что такое звук? Это некие волны, колебания частиц воздушной среды, которые мы улавливаем мембраной в нашем ухе, барабанной перепонкой. А дальше сигнал из уха передаётся в мозг. Вполне логично, что звук может распространяться и в жидкости, и даже в твёрдой среде. А в открытом космосе звука быть не может в принципе, так как там почти пустота. Там нет колеблющихся частиц, способных давить друг на друга. Но это уже особые условия вне рамок обсуждения. Обычно мы наши уши держим в воздухе и записывать хотим звук, распространяющийся в воздухе. А микрофон в каком-то смысле становится искусственным ухом. По конструкции есть разные варианты строения такого искусственного уха. Но своего рода классикой можно назвать динамический микрофон. Он же электродинамический. Эти микрофоны в свою очередь бывают катушечными и ленточными. Ленточный это совершенно особая история, не для домашних условий. О нём пару слов скажу позднее. А пока рассмотрим катушечный электродинамический микрофон. В типичном варианте он выглядит примерно вот так. На одном конце разъём XLR типа с тремя контактами. В середине на корпусе имеется переключатель, с помощью которого микрофон выключается и выключается. На другом конце имеется сетчатая защита, которая легко откручивается. Внутри можно увидеть некую пластмассовую конструкцию с отверстиями, прикрытыми либо бумагой, либо поролоном. Это одновременно и защитный держатель, и помощь в формировании направленности. О том, что такое направленность будет сказано далее. Ну а под пластмассой спрятана основная звукоулавливающая часть. Прежде всего там есть мембрана. Она колеблется при давлении звуковых волн из воздуха. Мембрана соединена с проводником в виде проволочной катушки внутри магнитного поля. Общий принцип состоит в том, что колебания мембраны заставляют колебаться проводник, и за счёт изменений в магнитном поле генерируются электрические сигналы, способные отправиться дальше в путь по проводам. Строго говоря, катушечный микрофон устроен примерно так же, как наушники или динамики в колонках. Только там сигнал проходит в обратном направлении, и уже электрические волны через процесс создания колебаний в магнитном поле меняют положение мембраны. Ну а мембрана в свою очередь давит на воздух и создаёт звуковые колебания. Поэтому теоретически, если вы воткнёте наушники или даже колонки в микрофонный вход, через них тоже можно записать звук. Это будет не особо качественно, но вполне возможно. Катушечные микрофоны могут быть разного качества и, соответственно, разной цены. Самые дорогие модели успешно используются в профессиональной звукозаписи. Самые дешёвые, вроде 132-го Defender, задействованного в моём видеоролике, записывают звук отвратительно и годятся только для караоке в хорошо подвыпившем состоянии, когда уже всё равно, что да как звучит. Лично я в своё время покупал пару таких микрофонов ради дешёвого корпуса, планируя полностью переделать внутреннее содержимое. Но затем планы поменялись, и в итоге они просто валяются без дела. Средние по уровню качества модели вполне подойдут для дома. Главное помнить две вещи. Во-первых, нужен нетипичный для домашнего компьютера провод с разъёмом XLR. Во-вторых, подключив такой микрофон в обычный микрофонный вход, вы можете обнаружить, что он слишком тихий. Может потребоваться дополнительно выкручивать уровень усиления звукового сигнала в настройках системы или звуковой карты. А в некоторых случаях спасёт только внешний усилитель. Но рекомендовать к покупке усилитель я не стану. С моей личной точки зрения, самым удобным решением для дома является внешняя звуковая карта. Вместо той, что встроена в материнскую плату. И чтобы на ней были два микрофонных выхода комбинированного типа, в которые можно вставить провода с разъёмами как XLR, так и джек. А через маленький переходник сюда же можно вставить мини-джек, которым снабжаются типичные дешёвые компьютерные микрофоны. И одновременно к каждому из таких комбинированных микрофонных выходов есть своя крутилка усиления сигнала. При записи речи на самом деле достаточно только одного такого входа и одной крутилки. Но обычно их пара, чтобы была возможность записывать стереозвук, сразу двумя одинаковыми микрофонами. Я пользуюсь звуковой картой M-Audio Profire 610 и буду дальше снова ссылаться на неё. Но покупать именно эту модель никому не советую. Это старая модель, подсоединяющаяся к компьютеру через устаревший разъём, который давно перестали ставить на материнские платы. Да и драйвера много лет не обновлялись. Ищите что-то подобное на USB. Что касается ленточных микрофонов, они похожи по принципу действия на катушечные, но вместо катушки в них используется гофрированная алюминиевая ленточка, подвешенная во всё том же магнитном поле. Это делает такой микрофон хрупким и резко ограничивает сферу использования дорогими моделями для звукозаписывающих студий. В то время как катушечный микрофон надёжен и выживает, если вы его случайно уроните на пол. Следующий тип микрофона — конденсаторный. С моей точки зрения, это лучший выбор для домашней звукозаписи. Такие микрофоны будут стоить дороже катушечных, но и в звуке обнаружится заметная разница. Конкретно в моём случае речь пойдёт про микрофон Octava MK220 российского производства. Завод расположен в городе Тула. Не буду утверждать, как сейчас, но на момент покупки он был весьма хорош по соотношению цены и качества на фоне конкурентов и более именитых брендов. И я использую именно эту модель. Голос, который вы сейчас слышите, записывается с помощью октавы MK220. В строении мы видим разъём XLR, а на корпусе сразу несколько переключателей. Подробнее о них чуть позже. Металлическая защита лёгким движением не откручивается, поскольку под ней спрятано значительно более хрупкое содержимое, чем в динамическом микрофоне. Снять защиту можно только при помощи отвертки. Ну а внутри располагается конденсатор, одна из обкладок которого представляет собой эластичную плёнку, улавливающую звуковые колебания в воздухе. Вибрации плёнки меняют ёмкость конденсатора, и за счёт этого процесса звуковые волны преобразуются в электрические, бегущие дальше по проводам. Конденсатору для работы необходимо так называемое фантомное питание. На сам микрофон подаются 48 вольт. Если просто воткнуть микрофон в обычное микрофонное гнездо, без этого дополнительного питания работать ничего не будет. На моей звуковой карте рядом с кнопкой включения есть вторая, фантомное питание. Когда она нажата, на два уже показанных ранее микрофонных входа подаются 48 вольт, о чём сигнализирует красный светодиод. Прямо под синим, в моём случае, синий – это знак того, что сама звуковая карта включена. На других моделях всё может выглядеть иначе, главное, чтобы сама возможность имелась. По хрупкости это, конечно, далеко не ленточный микрофон, но всё-таки ронять его точно не стоит. Будьте аккуратны. А ещё не рекомендуется двигать и тем более перетыкать провода, когда включено фантомное питание. Если вам нужно выдернуть или вставить провод, повозиться с расположением и всё в этом роде, делайте подобные манипуляции при выключенном питании. Вернёмся к переключателям на корпусе. Два верхних очень ситуативны. Левый позволяет ограничить чувствительность к низким частотам, что может быть полезно при наличии низкочастотного гула в комнате. Правый позволяет снизить всю чувствительность микрофона сразу на 10 дБ, что полезно при использовании вплотную к громкому источнику звука. Например, к какому-то барабану. Для записи собственного голоса, как правило, оба переключателя не нужны. Это больше пригодится тем, кто записывает разную музыку или звуковые эффекты в разных сложных условиях. Самый интересный переключатель – крутилка на три варианта направленности. Пора поговорить о том, что такое направленность. Это характеристика, свойственная любому микрофону. Без наличия такого переключателя она тоже есть, только всегда в одном единственном варианте. Направленность – это чувствительность микрофона к звуку, идущему с разных направлений. Самый простой вариант – это условный шарик, обозначающий одинаковую чувствительность микрофона к звуку со всех возможных направлений. Это ещё можно назвать все направленности. Шарик – это некая условная трёхмерная диаграмма. Равно удалённость каждой точки на поверхности шара обозначает равную чувствительность микрофона к звуку, приходящему со стороны данной точки. А различные модификации этой формы шара обозначают изменение чувствительности. Чем ближе поверхность шара проминается к микрофону, расположенному в его центре, тем меньше чувствительность с этой стороны. Обычно трёхмерная модель изображается на бумаге или на страницах в интернете в виде плоского рисунка, когда шар превращается в круг, а мы смотрим на микрофон как будто бы сверху. И тогда в условиях плоского рисунка мы называем такую направленность круговой. Точно так же на плоскости рисуются и другие формы направленности, но естественно нужно помнить, что на самом деле все они объёмные. Так называемая кардиоидная направленность говорит о том, что микрофон лучше всего принимает звуковой сигнал, идущий спереди. Чем ближе к боковым сторонам микрофона, тем ниже чувствительность, вплоть до возможного минимума задней стороны. Направленность в форме восьмёрки это так называемый двунаправленный микрофон. Он лучше всего принимает сигнал спереди и сзади, но максимально заглушает звук по бокам. Есть серия промежуточных вариантов, такие как суперкардиоида или гиперкардиоида. Для записи речи в домашних условиях, как правило, удобнее всего использовать микрофон с кардиоидой. Хотя в некоторых случаях может быть удобнее восьмёрка, например, если вы сидите у окна, и оно сбоку, а спереди только глухая, плохо отражающая стена. Отдельно можно вспомнить про микрофоны пушки с длинным корпусом, активно используемые для максимально узкой точечной направленности на цель. Это важно в репортерской деятельности, дома в таком, как правило, нет смысла. Отмечу то, что я брал октаву 220 для записи музыки, когда у меня в разные дни имелись разные источники звука в разных помещениях. Если вы выбираете себе один микрофон для записи речи в неменяющейся комнате, вам не нужны все эти переключатели. Достаточно выбрать фиксированную удачную направленность. Дополнительные переключатели это, помимо прочего, ещё и дополнительный фоновый шум в звуковом тракте. Более того, я брал себе сразу два одинаковых микрофона в одной коробке с промеренными вручную характеристиками. Это называется стереопара. Подобранная пара микрофонов одной модели, максимально похожих друг на друга по их измеренным показателям. Это, опять же, может пригодиться для записи музыки, когда необходимо записывать стереосигнал одновременно двумя микрофонами. О том, что такое бывает, стоит знать, но если вы собираетесь записывать голос, будь то хоть речь, хоть пение, в стереопаре нет никакой необходимости. Достаточно одного микрофона и получаемого с него моносигнала. Ещё существуют электретные микрофоны. Они похожи на конденсаторные по принципу своего устройства, отличаясь в деталях. В качестве неподвижной обкладки конденсатора и одновременно источника постоянного напряжения берётся пластина из так называемого электрета с особыми свойствами. Это самое явное отличие. Микрофон долго сохраняет необходимое электрическое поле для своей работы в силу свойств электрета. Чаще всего с электретными микрофонами можно столкнуться в виде вот таких микрофонных капселей, активно использующихся в бытовой технике. Электретные микрофоны получаются явно прочнее конденсаторных, но заметно проигрывают в качестве звука. Дешёвые компьютерные микрофоны сделаны как раз подобным образом. Причём не всегда они плохи из-за капселя. По умолчанию они втыкаются в специальный микрофонный вход встроенной звуковой карты, на который подаётся питание в районе 2-5 вольт. Точная величина зависит от модели звуковой карты. Также с этим входом связан встроенный предусилитель. В линейный вход микрофон тоже можно воткнуть, но не напрямую. Промежуточным звеном потребуется внешний усилитель сигнала. И даже только за счёт этого можно заметно улучшить качество звучания, так как звуковой тракт компьютерного микрофонного гнезда вместе со встроенным предусилителем оставляет желать лучшего. Равно как и при подсоединении к хорошей внешней звуковой карте с собственным усилителем, даже такой микрофон может зазвучать немного лучше, если в нём изначально был неплохой капсель. А ещё на таких капселях паяются многие любительские микрофоны. Я в своё время тоже паял себе вот такое чудо по готовой схеме. Больше из любопытства и интереса к процессу на практике им в итоге не пользуюсь. Корпус здесь сделан из металлического переходника на два разъёма XLR Papa, один из которых удалён. А размер микросхемы подобран так, чтобы полностью помещаться в трубке. Есть и другие, относительно редкие и специфические типы микрофонов. В основном я их оставлю за рамками данного видео, коснувшись только угольного. Если вы возьмёте старый советский дисковый телефон, то внутри сможете обнаружить микрофон именно такого типа. Угольный — это один из исторически первых типов микрофонов. Внутри, между металлическими пластинами, содержится угольный порошок. И при работе используется изменение площади контакта зёрнышек угля, когда на него оказывается давление звуковых волн. Главным минусом, пожалуй, является узкая полоса пропускания. То есть он не чувствителен к достаточно высоким и достаточно низким частотам, попросту обрезая их. Да и вообще, микрофон обладает плохой частотной характеристикой. Из-за этого его использование постепенно уходит в прошлое. А что такое частотная характеристика? Это ещё одна вещь, как и направленность, характерная для абсолютно любого микрофона. Совсем простенькие микрофоны могут продаваться без указания подобных данных. Вот, например, всё тот же дешёвый 132-й Defender имеет лишь скупые указания характеристик на коробочке. Но ко всем хоть немного уважающим себя моделям прилагается бумажка, в которой нарисован график, где по оси абсцисс откладываются частоты, а по оси ординат измеренная чувствительность микрофона к этим частотам. Теоретически, можно было бы предположить, что идеально прямая горизонтальная линия на графике во всём слышимом диапазоне от 20 Гц до 20 кГц это лучший вариант. То есть одинаковая чувствительность на всех частотах. Хорошо ли это? На самом деле нет. Максимально прямой выглядит характеристика измерительного микрофона, используемого больше в технических целях. В то время как в творческой записи хоть голоса, хоть музыки неровная линия может формировать особое узнаваемое звучание микрофона, благозвучные искажения, удачно обогащающие записываемый звук. Микрофон как бы получает свой уникальный характер звучания. Во многом из этого эффекта складывается тот факт, что разным людям могут подходить разные микрофоны, лучше или хуже, сочетаясь с каким-то конкретным голосом, с конкретным музыкальным инструментом и всё в этом роде. Но в любом случае на графике не должно быть резких завалов, явно отсекающих часть слышимого диапазона по верхним и нижним частотам, что вполне обычно для дешёвых микрофонов. Отдельной характеристикой конденсаторных микрофонов является то, что они могут быть или транзисторными, или ламповыми. В данном случае речь идёт о типе предусилителя, который в подавляющем большинстве случаев основан на транзисторах. Но иногда делается на лампах. У лампового звука есть свои поклонники, считающие его более тёплым и приятным. И в то же время ламповые микрофоны стоят дороже, обладая при этом меньшим сроком службы, а также хрупкостью самой лампы, повышенной чувствительностью к влаге и перепадам температур. Не говоря уже о том, что ламповым микрофонам порой нужно после включения прогреться минут 10-15 до того, как станет возможно приступить к записи. Поэтому их трудно рекомендовать тем, кто не является фанатом тёплого лампового звука. И вообще нет смысла брать для записи информационной речи. В конце расскажу о некоторых важных дополнительных аксессуарах. Поп-фильтр. Это вот такой кругляш с тканью и гибкой ножкой. Крепится точно между микрофоном и ртом, чтобы все звуки проходили через фильтр. Смысл вот в чём. Разные звуки мы произносим, выталкивая изо рта разное количество воздуха с разной силой. Особенно резкие выбросы получаются на таких согласных звуках, как П, Б, М. Во время их произношения мы словно стреляем воздухом в микрофон, вызывая моменты перегрузки. Микрофон ощущает это как звуковые удары. Для того, чтобы избавиться от них и сравнять по силе воздействия разные звуки, мы ставим перед микрофоном тканевый фильтр. А ещё это спасает микрофон от мелких частичек слюны, постоянно летящих прямо в мембрану. В общем, штука обязательная. Если важен эстетичный вид, фильтр можно купить. Если нет, бюджетный вариант легко сделать своими руками, взяв женские капроновые чулки или колготки. Натянув кусочек на каркас из куска проволоки, на пяльца для вышивания или что угодно ещё в этом роде. У девушек в запасе всегда найдутся старые порванные колготки, которые не жалко пустить в дело. Ну а если вы сильный и независимый мужчина, что ж, купить колготки для себя вы в любом случае сможете. Это всё равно дешевле готовых фирменных конструкций. В полевых условиях вместо поп-фильтра используется ветрозащита, создающая аналогичную воздушную оборону со всех сторон и спасающая уже не столько от наших согласных, сколько от задуваний ветра. Иногда ветрозащита сделана из поролона, иногда шерстистая. Практически любой конденсаторный микрофон может быть подвешен внутри вот такой корзины, называемой также иногда пауком из-за формы и конструкции. Смысл в том, что микрофон оказывается подвешен на паутине из резиночек, благодаря чему гасятся колебания, которые могут прийти к мембране по микрофонной стойке от стола или от пола, смотря на чём она закреплена. Ну и разумеется, нужна сама стойка. Есть разные варианты настольных и напольных стоек. Тут не считаю возможным что-то конкретное советовать, каждый подбирает под себя. Я просто вставлю несколько картинок. Как правило, в обычной небольшой комнате с кучей мебели и разных вещей нет особой гулкости, поэтому звук для уровня роликов на ютубе можно записывать без дополнительных приспособлений для отсекания звучания комнаты. Если же в этом всё-таки возникнет необходимость, можно приобрести что-то вроде подобного акустического щита. Или просто листы акустического поролона, разместив их с разных сторон. Или даже развесить обычные одеяла по комнате вокруг места для звукозаписи. Ковры на стенах также всегда идут в плюс. Если вам показалось полезным данное видео, не забывайте поддерживать автора подпиской на канал, а ролик лайками и комментариями. На этом всё. Спасибо, что досмотрели до конца. Добра и удачи, дорогие друзья. До свидания.